27-летний Эль Менгулиев полностью отрицал свою вину. Молодой человек пытался убедить следствие, что трагедия произошла из-за случайности. Однако после экспертизы в крови рэпера были найдены следы наркотиков. По мнению представителей правоохранительных органов, именно воздействие запрещенных веществ могло стать причиной, по которой музыкант не справился с управлением автомобиля. Изначально певцу грозило до двух лет тюрьмы, но теперь его статью переквалифицировали. Если вина Гулиева будет доказана, он отправится в колонию на срок до 7 лет. Сам рэпер продолжает отрицать свою вину. Напомним, что в результате ДТП все три пострадавших получили серьезные травмы. У одного мужчины оказался сломан позвоночник, а у преподавателя Московского лингвистического университета Натальи Тухтаровой обнаружили многочисленные травмы и повреждения внутренних органов. Женщине пришлось ампутировать часть ноги, а вчера у нее оторвалась почка, из-за чего врачи были вынуждены сделать экстренную операцию. Ранее Эльмин не привлекался к уголовной ответственности, но репутация у рэпера никогда не была идеальной. В социальных сетях он постоянно провоцировал поклонников вместе со своей девушкой, записывая скандальные ролики. К слову, возлюбленная Гулиева находилась с ним в машине в момент ДТП. Если кто-то из пострадавших в аварии скончается, статью Эльмина снова переквалифицируют, и он получит более серьезный тюремный срок. Пока рэпер находится под стражей, следующие несколько месяцев он проведет в СИЗО.